Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Общая их сумма превышает 6 миллиардов. Компания «Агропроминвест», которую возглавлял Михаил Прусак, стала новым собственником компании «Кировхлеб» в 2011 году, напоминает «Навигатор». Через два года удалось возобновить производство курятины за счет кредита Ростельхозбанка. Сейчас же 100% активов предприятия находятся в залоге у банка. А Кировский арбитражный суд рассматривает иски о банкротстве птицефабрик «Кировхлеба». Программа Экономика. На заводе «Маяк» сменился гендиректор. Такое решение принял Совет директоров предприятия новым генеральным директором. Избран Виктор Жилкин, ранее работавший заместителем гендиректора по экономике и финансам. В свою очередь Сергей Смирнов стал председателем Совета директоров Кировского завода «Маяк». Экономика. На 101 ФМ. Показатели кировской промышленности улучшаются. Об этом заявляют в правительстве области. Поступление налогов от промышленного сектора в первом квартале 2017 года выросло более чем на полмиллиарда по сравнению с аналогичным периодом 2016-го. Рост индексов промышленного производства за пять месяцев наблюдается в автотранспортной сфере, в производстве электрооборудования, химикатов, текстиля, резиновых и пластмассовых изделий. Общий индекс обрабатывающих производств по итогам 2016 года почти на 2% превышает аналогичный показатель по Приволжью и более чем на 3% средний показатель по России. В завершение о валютах доллары на сегодня 59,39, курс евро 67,81 рубля.